Итак, значит, всем привет. Сегодня мы будем восстанавливать конфиг на комке D-Link DGS 1210ME. Он обладает 48 портами, работающими в режиме 10-100 тысяча. 48 портов, все можно забить. Этот коммутатор без поя, он имеет возможность подключиться к подключению УПСа, источника бесперебойного питания. Так, контакты вывода. Мы будем сегодня подключаться к консолью и будем производить настройку при помощи макбука. Так, значит, для того, чтобы настроить устройство, коммутатор, нам понадобится адаптер для консоли и переходник в USB. Компорт. Вот такая вот груда проводов получилась. Так, это у нас сам, по идее, консольный провод. Он идет зачастую в комплекте с коммутаторами D-Link. И консольник на USB. У меня USB 2.0. Настраивать будем с макбука. Соответственно, расскажу, какой софт использую. Так, для начала подключаем консоль. Разъем консоли находится на задней панели. Вот он у нас. У меня уже хлястик сломан, но у кого есть, произойдет такой щелчок. Вставляем плотно. Далее нам понадобится подать питание. Вот, как подам питание, покажу, что происходит на консоли. Итак, значит, у меня подключен консольник. Он определился. Сейчас я подаю питание. Открываем его. И подаем питание на коммутатор. У нас происходит загрузка. В этот период мы можем сбросить пароль. Зажав определенные клавиши, подробнее об этом, можно прочитать на официальном сайте производитель D-Link. Немножко об утилите, которая пользуюсь. Называется она Serial. Она платная, но у меня в данном случае стоит реальная версия. Ее можно купить. Она достаточно удобная. В ней есть различный функционал. То есть можно назвать свое устройство. Здесь можно посмотреть данные о самом устройстве. В данном случае можно поменять битрейт, но об этом чуть позже. И посмотреть свойства эмуляции. Как вам будет удобно. То есть различные интерфейсы она поддерживает. У нас до сих пор происходит загрузка. Да, устройство такого большого... Точнее, такое большое устройство, оно загружается долго. Вот. Это такая особенность. Продолжение следует... Продолжение следует... Пользователя. Создаем пользователя. Пишем команду. Обязательно с русского переключаемся на английский. Create account. Пишем название аккаунта. То есть после аккаунта... Create account admin. Это именно уровень доступа. В данном случае я создаю аккаунт admin. Пишу свой произвольный пароль Также могу просмотреть вланы В данном случае у нас первый влан прокинут на все порты Сегодня я покажу как создавать вланы То есть надо будет создать вилан управление Надо будет создать провайдерский вилан Делается это командой create вилан Также работают данные устройства сокращения Табом они раскрываются полностью В данном случае я пишу create вилан Далее тег и номер влана Провайдерский вилан создаем Create вилан Допустим мтс Так 12.05 Далее еще одного провайдера создаем Вилан Инсис Инсис Тег 15.11 Create вилан Дом Дом.ру 11.54 Тег Кстати очень удобно писать Если мы говорим о провайдерах Очень удобно писать название провайдера и вилан Как он называется Далее тег 15.54 Вот сокращение не сработало Так 11.54 Еще вилан создаем На данном устройстве будет достаточно много провайдеров Дом.ру 11.34 Так Мтс Инсис Дом.ру Так Теперь нам нужно вланы подать на порты 1.100 11.34 11.54 12.05 15.11 А Так Выбираем Транковые порты Ну у кого-то это может называться оптически Так Я еще один виланчик забыл создать Create Вилан Convex Это старый провайдер Еще часть абонентов на этом провайдере есть Тег 23 Среди Команду Можно дополнить 23 Среди Адд Тег 49 52 Виланы у меня прокинуты на оптические порты Тегом Так Теперь мы сделаем Такую настройку Conf Multicast Multicast Vlan All И Filtred Фильтрация незарегистрированных групп Теперь нам нужно еще включить вещание Включить вещание потокового ТВ Пишем команду Enable AGMP Snooping Теперь нам нужно включить вещание в вавланах Вещание IPTV вавланах провайдеров Config AGMP Snooping VLAN ID Пишем провайдинговые виланы Это у нас 11.34 11.54 12.05 15.11 15.11 И 23.31 Далее Пишем State Enable Также еще один немаловажный параметр Data Driving В данном случае я его отключаю State Disable Так Нужно еще включить Шифрование пароля Enable Password Encryption Далее Нужно включить Traffic Segmentation Указать Какие порты Куда будут смотреть В данном случае Все порты доступа Должны смотреть В порты В оптические порты Я пишу Config Traffic Segmentation 1-48 И куда Соответственно 40 49 52 Это необходимо сделать И в обратную сторону Conf Traffic Segmentation 49 52 Forward 1-48 Так Теперь Мы посмотрим Есть ли у нас Интерфейс управления Смотрится Это командой Show IP Да Интерфейс управления У нас есть Теперь Этот интерфейс Необходимо Заменить Прописать параметр Нашего Вилана Потому что управление В дефолтном Вилане Ни к чему хорошему Не приведет Так Еще Также мы посмотрим Если у нас Какой-то Роуд Да Роуд прописан Так Пишем Config IP Далее Мы смотрим Интерфейс Name System Можно указать Любой другой Но не забывать Что этот Также будет работать Теперь прописываем IP Адрес Моя сетка Выглядит следующим образом 10 В данном случае Это 6 16 Подсеть Вилан Пишем Буквами Control State Enable Теперь Теперь мы Делаем Создаем Шлюз IP Road Default 10 40 0 1 Также Можно создать Дополнительный шлюз IP Road Пишем Сетку 172 16 1 0 24 И Шлюз 10 40 0 1 Show IP Смотрим Команду У нас остался Старый шлюз Мы делаем Следующим Образом Delete IP Road 192 168 44 254 Да что ты Default 192 168 44 25 Так как у нас Шлюз Установился В качестве Резервного Мы его Тоже Сейчас Снесем И Создадим Вновь Смотрим Конфигурацию Здесь я вижу параметр Что включена Вебморда Вебинтерфейс Нам он не понадобится Его нужно будет отключить Так Также еще нужно будет поменять вот эти два параметра Command Prom Это назвать Поменять название И Bitrate По Если мы ставим 115200 То Сама по себе Прогрузка происходит быстрее Прогрузка команд Так Здесь я вижу Что у нас Дефолтный влан Прокинут везде С 1 по 48 Это необходимо Будет исправить Нам он нужен Будет на Третьей колодке Это С 33 Порта По Так 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 С 33 По 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 Ну По 46 Еще нужно будет включить Jumbo Frame Пролистывание конфигом происходит При помощи подсказки Я в данном случае Использую Букву N Чтобы просто смотреть Следующую страницу И она прогружается SNMP Интерфейс Я в данном случае Не поднимаю Да Еще Надо будет настроить Время на коммутаторе И Трафик контрол Чтобы Исключить Флуда По Броудкасту Трафик контрол Включение Включение Возможности Потреблять Большие пакеты Происходит Командой Enable Jumbo Frame Так Config Traffic Control Далее пишем 1.48 Порты доступа Action Drop Broadcast Enable Countdown 0 Multicast Disable Threshold 1024 Time Interval 60 А Максимум 30 Понятно Так Unicast Disable Conf Traffic Control И пишем After Recover Time После Какой Паузы Будет Восстанавливаться Так Еще нам Нужно Включить Включить В данном конфиге не поддерживается Trap Show Traffic Control Non-trust Host Non-trust Host Не нужен Так Conf Sntp Пишем 10 Теперь Само Временно Ставим Time Time Zone Оператор 5 Минут 0 Мы живем в Викторинбурге И поэтому Здесь Плюс 5 Вот От основного Времени Так Enable C-Slog Enable Command Login Conf Пишем mt1 6 F Так Что у нас Еще Остается Так Быстренько Пролистай Еще раз Конфиг Всего Не запомнить Все Понял Надо Поменять Btrade Disable Web Conf Serial Port Btrade 1.5 Вести Btrade Поменялся Переходим Настройку Другого Другого Битрейта Здесь Даже Команды Происходят Быстрее Ну Понятно Что Чистота Другая Так Так So Sponel Enable SSH Disable Someone Пair Спасибо. Так, далее. Далее мы уже прописываем сами вланы. vlan1 delete 1-33. Так. Теперь нам нужно прописать провайдерские вланы. Тут будет немножко сложнее, потому что если мы восстанавливаем коммутатор после ремонта, надо будет знать в какие порты у нас какой vlan должен смотреть. В данном случае мы начнем потихонечку добавлять антегом. Так. Первый. Так. Так. Первый порт нужно будет добавить. Пятый, шестой, седьмой. Пять. Чтобы не писать порты по порядку, можно ставить тире и писать с какого по какой. В некоторых коммутаторах нужно писать параметр range, но в dlink клиенте этого можно не делать. так. Первое его vlan мы прописали. Далее. чтобы не писать имя, я пишу vlan.id и пишу его просто номер. Так. Сейчас у нас vlan 1154, антегом 2 и 11. conf milan 1. Так. 11. Добавить. 8. 10. 12. 8. 10. 12. 12. 8. Пробел. Не нужно сайт. Просто ставим запятую и пишем следующее всего. Так. Следующее у нас. 12. 05. Пишем. 3. 3. 4. 3. 4. 4. 3. 3. Можно так сделать, а можно вот так сделать. Так. Далее. И еще, и еще, и еще, и еще 13. 15. Также мы сейчас настроим сразу на всякий случай зеркалирование. В случае, если этот комок опять зависнет, мы сделаем следующее. Так. И еще сделаем такой параметр. Так. с 19 по 32. Эх. Что можно, кстати, делать с портами. Допустим, мы пишем параметр порта. Conf. Conf. Configuration. Порт 1. И далее. Табом мы можем переключаться. Допустим, в description мы подпишем название порта. Допустим, пишем. КВ53. Далее. Автодаунгрейд. Можно прописать, можно нет, но в принципе этот параметр он автоматический. Далее. Далее. Flow control. Address learning. Indics. To dengrade. Flow control. Speed. Тысяча. Сотка. Половинки пошли. Десятка. Авто. Да. Колодка с 33-го порта по 48-й должна работать у нас со скоростью 10 мегабит. Там будут воткнуты устройства домофоны. Conf. Порт. 33. 33. 33. 33. 46. Пишем. Надо прописать параметр скорости. Speed. И выбрать 10Full. Чтобы проверить, можем сделать вот так вот. сохранение конфигурации происходит командой save. у кого-то это в write. У кого-то... Copy. 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 у кого-то без приставки to. Так. Что нам еще требуется. Тык-тык-тык-тык-тык. у нас. И, по-моему, нужно посмотреть прошивку. Угу. 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 30 тоже отлично что можно еще удалить, так как здесь два файла прошивки можно один удалить и вместо него записать другой ну более свежий допустим, так же его можно так вот сделать conf image 2 и можно поставить либо загрузить, либо удалить так как сейчас у меня работает со второго образа прошивки, поэтому я просто поставлю boot up нажму save еще раз посмотрю конфиг, потому что все-таки настройка такого оборудования это достаточно специфичное дело, здесь нужно быть внимательным так как коммутатор сейчас не подключен в сеть ух ты оно нет, выключено так, так гаут гаут кодовая ничем шоу макс само конфигурирование оборудование закончено теперь остается только приехать на объект и демонтировать подменное оборудование и замонтировать вновь настроенный коммутатор. С этим коммутатором приключилась беда, он был в сервисе его восстановили очень быстро в нем сломался кулер и он перестал загружаться. Кстати в этом коммутаторе, в этой модели можно посмотреть температуру самого коммутатора пишется environment соответственно можно посмотреть статус кулера и на какой температуре он сейчас работает так командами show cpu порт можно посмотреть какой трафик сейчас проходит через главный управляющий процессор можно также посмотреть утилизацию утилизация портов сейчас ничего не подключено понятно что утилизация центрального процессора утилизация памяти еще раз все сохраняем прописать параметр сейфа иначе когда вы отключите питание потом вновь подадите на него он может забыть все что вы там написали все на этом настройка закончена всем всем всем